И снова коммунальные беды. В редакцию нашего телеканала с просьбой о помощи обратилась жительница 4-го дома по улице Красных Зорь. Вот уже три месяца Людмила Ковалевская воюет со своей управляющей компанией за двухметровый фрагмент водосточной трубы. Женщина утверждает, что еще в июне этого года сток украли. Теперь вода течет прямо по стене. Вот вы видите, какая стена вся мокрая. И вот теперь начнутся морозы, она промерзнет и начнет все отваливаться. И опять делать надо будет по новой штукатуре. В общем, я даже не знаю, как еще можно нашему ЖПО наглядно показать. Вот это последний шанс, так сказать. Проблема, конечно, не в самом украденном водостоке, а в последствиях его отсутствия. Угол комнаты из-за влажности покрылся черной плесенью. Хозяйка квартиры жалуется, что управляшка не замечает ее заявлений и предлагает решить свои проблемы самостоятельно. Я требую от управляющей компании, чтобы мне просто нарастили эту водосточную трубу. Пусть не новую, пусть и старого железа, но чтобы ее нарастили. Но это элементарно. Это, знаете, даже проблемы в этом нет. В этом нет проблемы. Коммунальные проблемы в этом доме на первом этаже не заканчиваются. На четвертом живет Алла Козина. Беда аналогичная. Вода течет, плесень растет. Год назад на фасаде рабочие замазывали трещины. Работу выполнили недобросовестно. Через несколько месяцев, уверяет жительница, из стены стали вываливаться осколки кирпичей, и вода начала проникать в ее спальню. Когда я обращаюсь в ЖКО, уже дважды обращалась. У меня одни отписки. Вот они у меня в сумке, здесь я могу показать. И вот 6 ноября они должны дать ответ на второе мое послание. Если вот не сделают, я просто не знаю, как поступать нам. Управление домом осуществляет жилищно-сервисная компания. Съемки наш телеканал проводил в среду, а вот внятный ответ от управляющей организации удалось получить только в пятницу. Как выяснилось, заявление на восстановление водосточной трубы поступило 8 сентября. На монтаж по закону отводится 5 дней. Да, действительно, обращение было в управляющую организацию по данному вопросу в сентябре месяце. То есть работы эти были у нас запланированы, и они выполнены вчера. То есть целостность водостока восстановлена. Выполнила просьбу жительницы дома управляющая компания только после визита нашей съемочной группы в офис. Что же касается проблем на четвертом этаже, то решение не проводить ремонт было принято на собрании собственников. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.